Сегодня начнём, наверное, стрим с того, что я скажу пару слов про свои сны. Так вот, последние года, получается, три, ну, быть если точнее, почти три года, мне снятся очень странные сны. Постоянно какие-то цифры, мелькают какие-то цвета. И сны, что самое интересное, стали вещами. То есть они сбываются, где-то примерно процентов 90 всех моих снов уже сбылись. Для примера, вчера снился мне сон, что я очень так усердно отмываю какую-то абсолютно мне незнакомую квартиру. И что вы думаете? Когда мы сели с чередой читать расшифровку моего сна, это, в общем, всё к тому, что дома будет грандиозный скандал. И угадайте, что было вчера дома, когда я приехала домой к родителям. Правильно, был скандал. Но, в общем, это ладно, это потом как-нибудь я вам расскажу. Сегодня не хочу. Так, ладно. Давайте теперь поговорим про тот сон, который мне снился, получается, 21 января. Это я вам обещала рассказать. Вот специально я его заметки набросала, прям только как проснулась. Вот всё, что было у меня в голове, всё, что я запомнила, то вообще написала. Так что давайте я вам его прям зачитываю с заметок. Заметку эту писала я в 7.43 утра, 21 января. Значит, снится мне сон. Рисую во сне за столом в своём дворе. Надо пояснить. Во дворе своего дома, родительского дома. Подсаживается незнакомая мне девушка и начинает закрашивать бежевой краской мой рисунок. А я у неё спрашиваю, что ты делаешь? Она начинает извиняться, рыдать и рассказывать, что её бросил парень. Не то, что у меня. Как-то странно сформулировала, ну ладно. Я не понимаю вообще, о чём идёт речь. А она мне рассказывает, что меня тайно любит парень. И начинает мне его описывать. Тёмные волосы, прическа интересная у него. Тело не спортивное. Скорее худощавое. Какая-то странная такая формулировка. Любит дорого одеваться. Выше меня ростом. Находится далеко. Но он приедет ко мне. Но он приедет ко мне, обожая деньги. И очень неранимый. Из-за эмоций. Часто плачет не при людях. Интересный, конечно. Мужчина. Имя его ты каждый день слышишь от близкого тебе человека. Тут я что-то вообще не поняла. Какое я там имя слышу? Ну, какие я имена слышу? Ладно, это потом, в общем, ладно. Так, дальше. Вы, похоже, ты его сразу узнаешь, Таня. Он интересный человек, который отведёт тебя в абсолютно другую жизнь. И тут мне стало страшно. В смысле? Абсолютно другую жизнь. Это какую жизнь? Ещё хуже, чем сейчас у меня? Нет, спасибо, не надо. Так. Так, дальше. Ты такой жизни не видела. Двойне страшнее. Моя тревожность всегда со мной. Это да. Прям тревожность вошла в чат. Я её начинаю успокаивать и говорю. Встретишь ты достойного мужчину. Всё наладится. Поверь мне. О, да. Узнаю себя. Она мне отвечает. Ты же счастливая будешь со своим мужем. Так, стоп. А что, когда мы пропустили момент, когда мифический мужчина просто был мужчиной, и стал моим мужем. Это как? Ну, черта непонятно, но очень интересно. Со своим мужчим мужем. Говорит имя. Но я имя не расслышала. Но тоже типично для меня. И я буду. Странно. Вот это я... Честно, я вот это не поняла. Правда. Дальше. Дальше у меня идёт провал. То есть, я так понимаю, я не помню куска. Сна получается. Ну, ладно. А вот даже, да. Вот тут я пишу. Часть сна не помню. Дальше разговариваю с покойными подругами. Надо пояснить. У меня уже две покойные подруги, к сожалению. Вот они мне и снились. И каждая у меня спрашивает. Почему ты нас избегаешь? Они зовут меня за стол посидеть и поболтать. Я так приполагаю, стол, который во дворе когда-то стоял. Ну, в общем, в дворе родительского дома, который стоял. Но теперь уже этого стола нет. Давно уже нет. Так, во сне такое чувство, что я не понимаю, что они умершие. Разговариваю с ними как с живыми. Только я не понимаю, почему они дружат. А, ну вот да, это правильно я сделала заметку. Потому что, во-первых, они умерли в разное время. И с друг другом они точно не были знакомы. В реалии они друг друга не знали. Ну, вот да, вот тут я вам поясняю. Вижу опять стол во дворе своего дома детства. За столом сидит незнакомая мне девушка. Это я так понимаю, которая мне рассказывала про коту моего мифического мужчину. Мои две умершие подруги и мой отец. На столе много всяких закусок и пива. Это странно. Просто странно во сне. И я так поясню сразу, чат. Я в реалии вообще не пьющий человек. Поэтому как-то для меня даже такую ситуацию. Ну, это странно даже во сне. Так. Ага. Так. К слову, я не пью. Ну, да, я тут вам хотела пояснить. То я вам уже рассказала. Совсем в реальной жизни. И во время... Так. А, и во сне своем. Никто не пьет во сне. Но такая атмосфера хорошая. Мы что-то болтаем. Как будто мы уже тут все друзья. Последнее, что запомнила. Из сна летит голубь над нашим столом. И лапками уносит мешок семечек со стола. Вот, скажите мне, чат, что это такая за хрень? Непонятно. У меня очень много вопросов к этому сну. Во-первых, какое могу я имя слышать каждый день? Ну, тут как-то во сне было сказано, что я это имя слышу от близкого человека. Это сложный вопрос. Но я чаще всего... Ну, не знаю, это надо говорить, не надо говорить вам. Просто я... Ну, в общем, ладно. Если я что-то пойму, чат, я вам расскажу обязательно. А так... Но предположение есть. Я как минимум слышу часто три имени. Но не знаю, про какое имя идет речь. Дальше тут с подругами. Ну, подруг... Подруг, скорее всего, нужно навестить. Потому что, ну, есть определенные сложности. Одна подруга захоронена вообще в другом городе. Что сейчас проблематично для меня посетить ее место захоронения. Вторая подруга похоронена за городом. Ну, тоже достаточно проблематично. Но я постараюсь, по крайней мере, съездить подруге, которая за городом, найти время. И что меня еще напрягло в этом сне, что у нас какая-то дружеская атмосфера с моим отцом. В реальности такого нет. У нас с ним отношения отвратительные. Из-заимоотношения, если так сказать. Вот. Ну, в общем, не знаю. Как-то так. Так что, тут я обещала. Я вам, в общем, рассказала этот сон. Не знаю, в общем, к чему. Сбудется, не сбудется. Но, как показывает практика, сны мои сбываются. Даже стало как-то страшно. Если честно. Ну, если что-то сбудется, я вам обязательно расскажу чат. Обязательно. Так, дальше все. Пойдемте смотреть видео. Быстренько посмотрим. Потому что время сегодня очень мало будет на стриме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...